Онкология кишечника может быть наследственным. Да, бывают наследственные формы рака толстой кишки. Таких людей, у которых рак толстой кишки развивается как наследственное заболевание, то есть им от родителей достаются какие-то поломанные гены. И именно эти гены приводят к тому, что у человека развивается опухоль в толстой кишке. Вот таких людей, среди всех людей, которые заболевают раком толстой кишки, их около 5%. Слава богу, это не такое частое состояние, но тем не менее такое бывает. И чаще всего это связано, там бывают две формы. Одна форма, которая связана с избыточным ростом полипов, когда у человека уже в возрасте 15-20-25 лет уже может быть много-много-много полипов в кишечнике. Это не то, что много, там 10-20, это может быть и 50, и 100, и 200. Прям вот весь кишечник усыпан полипами. Это семейный аденоматозный полипоз. Это наследственное заболевание. И из-за того, что этих полипов просто очень много, то и скорость их перерождения в злокачественную опухоль тоже может быть достаточно быстрая. И таким людям в возрасте до 40 лет рекомендуют проводить удаление всей толстой кишки как раз именно с точки зрения профилактики развития рака толстой кишки. Потому что нельзя прогнозировать, в какой момент времени, в каком из этих множества полипов разовьется злокачественная опухоль, которая будет угрожать уже жизни человека. И вторая форма, наследственная колоректального рака, это как раз семейный неаденоматозный полипоз. Это когда рак развивается просто фактически вот в пустом месте, на ровном месте, в толстой кишке. Тоже из-за того, что человек наследует от родителей определенные поломки генов. Если догадаться примерно о том, есть ли у вас определенный риск вот этого наследственной формы неполипозного рака толстой кишки, можно по определенным критериям, их можно найти в интернете, но чаще всего на это указывают злокачественные заболевания у ближайших родственников. Если у вас достаточно много родственников и первой, второй линии, или даже какой-то там, ну такой как бы условно третьей линии, если это заболевание именно злокачественное, то есть рак толстой кишки, у женщин это рак шейки матки, рак тела матки, рак яичников, рак молочной железы, у мужчин тоже рак предстательной железы, то если у вас много в семье таких родственников, и они заболели достаточно в раннем возрасте, то есть до 60 лет, то у вас тоже могут быть определенные генетические поломки, которые вы получили от родителей, вместе вот с теми поломками, которые могут привести к развитию наследственного рака толстой кишки. Лучше всего пройти генетическое обследование, и здесь тоже стоит вопрос о, во-первых, более раннем начале скрининга, то есть выполнении колоноскопии не в 45 лет, а возможно в 40 лет, и выполнении ее с более коротким промежутком, то есть в течение от 1 до 3 лет. Каждые от 1 до 3 лет нужно повторять колоноскопию, отслеживать, потому что там на полипы мы уже, ну, конечно, обращаем внимание, но мы не ждем, что из полипов вырастет опухоль. Опухоль может вырасти буквально на ровном месте. Поэтому наследственные формы колоректального рака бывают, именно при наследственных формах, когда рак развивается не из полипов, не полипозный колоректальный рак, ведутся такие регистры таких семей и таких людей, у которых вот именно вот эта форма наследственного рака толстой кишки, и, например, в Европе на этих людях опробуется профилактика развития рака с помощью, чего бы вы думали, самое известное в мире лекарство, которое применяется уже более 150 лет для лечения различных заболеваний, в том числе кардиологических, для уменьшения боли, это аспирин. И оказалось, что аспирин, обладая определенной защитной функцией, не дает развиваться раку толстой кишки у людей, у которых есть вот эти генетические поломки, которые склонны к образованию раковой опухоли не из полипов. Это очень интересное наблюдение, и вот действительно на этих людях преимущество аспирина было показано. Но это не значит, что его нужно принимать аспирин всем подряд людям для того, чтобы у них не было рака толстой кишки. У обычных людей действие аспирина не доказано, и прием высоких доз аспирина может быть даже опасным и приводить к более частому риску кровотечения и других сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому просто принимайте во внимание, и знайте, что аспирин в том числе может применяться для профилактики рака толстой кишки, но у тех людей, у которых есть определенные генетические поломки.